МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Некоторые итоги уходящего года подводят для вас акценты. Это общественно-политический проект Оренбургского регионального телевидения. В студии Виталий Зерябин. В заключительной программе мы акцентируем внимание на тех событиях, которые, на наш взгляд, во многом определили жизнь области, являясь ключевыми, основополагающими и резонансными. 11 февраля 2018 года будет навечно занесено в список самых трагических дат в истории Оренбуржья. Шок, боль и великую скорбь испытал каждый из нас вечером воскресного дня, когда появились первые сведения о том, что при крушении в Подмосковье пассажирского самолета рейса Москва-Орск выживших нет. Лайнер упал с большой высоты и на огромной скорости врезался в землю. Так что шансов у тех, кто находился на борту, не было никаких. 11 февраля 2018 года. Этот день навсегда останется в памяти не только жителей области, но и всей страны. Пассажирский самолет Ан-148 всего через несколько минут после взлета пропадает с радаров. В один миг обрывается жизнь 71 человека. Это первые кадры с места крушения самолета. В аэропорту Орска в этот момент собираются родственники тех, кто находился на борту. Они внимательно смотрят списки. Каждый надеется, что не увидит имя своего близкого. Но опоздавших на посадку нет. Погибли все, кто находился в самолете. Семья Момзиковых в этот день ждала возвращения единственной дочери из Москвы. Школьная отличница. Она сама поступила в столичный вуз. Папа уже поехал встречать Кристину. Мама осталась дома, чтобы приготовить праздничный ужин. О том, что произошло, супруги узнали из новостей. До последнего не могли поверить, что это горе случилось в их семье. Вот этот день трагедии у меня лично продолжается постоянно. То есть у меня не прошло 8 месяцев. Мне кажется, как начался этот день, так он не закончится никогда. Конечно, нас очень поддержали все. Помимо родственников, знакомые, даже незнакомые люди приходили высказать свои соболезнования. Меня очень поразило. И в соцсетях я, конечно, сразу не могла читать. А потом уже время прошло какое-то больше месяца. Смотрю, там столько соболезнований было людей с разных городов. Обломки Ан-148 разлетелись на площади в десятки гектаров. Эта территория прощупывается буквально вручную. Все для того, чтобы установить истинную причину авиакатастрофы. Сразу после трагедии в Орск прибывают специалисты. Они проводят забор генетических материалов для опознания тел. Вместе с близкими погибших скорбит вся страна. Москвичи несут цветы в аэропорт Домодедово, откуда вылетел разбившийся самолет. Зажигают свечи в Орске. В областном центре на набережной у памятника Чкалову появляется стихийный мемориал. Эти февральские дни для всех наполнены скорбью. Даже спустя несколько недель после трагедии родные не могут прийти в себя. Екатерина и Анастасия признаются – никогда не смогут смириться с утратой. На борту лайнера оказалась их мама – Наталья Мещерякова. Надеялись на то, что ее не будет там. Потому что там еще было подозрение, что это почтовый какой-то самолет. Хоть какая-то капля надежды. А потом вывесили то, что 71 человек погибло. Шесть из них – это экипаж. И все. Десятки авиаэкспертов пытаются найти ответ на вопрос – почему все-таки разбился самолет? За штурвалом опытный пилот версию теракта отвергли с самого начала расследования. И только после расшифровки данных черных ящиков специалисты посекундно восстанавливают историю полета. И называют причину авиакатастрофы. Это ошибка летчиков. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости. И в ходе набора высоты произошло их обледенение. Спустя 9 месяцев после трагедии в Орске приземляется самолет с телами всех погибших в небе. Именно тогда завершается процедура опознания. Родные отказываются от гражданской панихиды. Уставшие от горя люди хотят проститься с близкими без посторонних глаз. Несмотря на это, неравнодушные приходят в церкви, чтобы еще раз вспомнить жертв трагедии. Рейс Москва-Орск трагически объединил судьбы десятков человек. Они мечтали выйти замуж, построить карьеру или просто окончить школу. Один из пассажиров в день трагедии 11 февраля отметил свой день рождения. Сегодня живет память о тех, кто находился в самолете. О тех, кто навсегда остался в небе. По итогам расследования обстоятельств катастрофы, деятельность авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал разбившийся самолет, была прекращена. Ее услуги признаны не отвечающими требованиям безопасности. Родственникам погибших спустя месяц после трагедии были выплачены денежные компенсации от правительств Оренбургской и Московской областей, а также от авиаперевозчика, который в то время еще продолжал работу. Раз на раз не приходится. Эту поговорку в утешение самим себе не единожды повторили наши аграрии после того, как в графе «Валовый сбор зерновых» были проставлены окончательные цифры. 2 миллиона 40 тысяч тонн. Урожай весьма скромный, особенно на фоне прошлогоднего, который был почти в два с половиной раза больше. Погода в очередной раз проверила сельхозотрасль Оренбуржья на прочность. Начиная с июля месяца дождей фактически не наблюдалось. Наблюдения же за средней урожайностью четко показали. Она резко пошла вниз после того, как от обмолота озимых хозяйства и фермеры перешли к обмолоту яровых. В этом году еще до Нового года снега почти по пояс, а в прошлом синоптики говорили о считанных сантиметрах покрова, когда на дворе уже стоял февраль. Погодную аномалию, холод и бесснежие усугубил сильнейший ветер, который даже вызвал пыльную бурю, и это в январе месяце. Многие подумали, ну вот, все труды агрария, в которые сеяли озимые в условиях осеннего дефицита влаги, на смарку. Что не высохло, то померзло. А нет, на опытных полях аграрного университета всходы держатся бодрячком, особенно там, где снег не сдуло. Если снег хотя бы 10 сантиметров, то у нас озимые уже живые. Вот я сейчас просто рву листик, и мы даже его можем попробовать на вкус. Вот он живой, он сладенький. И эти пшеницы вот это, она уже околимается. Аграрный университет плотно занимается растеневодством вообще и выращиванием озимых в частности. Экспериментами тоже. На одном из этих полей, которые в августе давали по 30 сантиметров озимого урожая с гектара, сев был проведен, внимание, 15 ноября. К тому времени кое-какие дожди все-таки увлажнили землю, и по весне пшеница взошла. Пшеница семенная. Такая способна давать отличные урожаи товарного зерна. Агрономы подметили, чем хуже погодные условия, в которых она выращена, тем лучше потом семена показывают себя в деле. Проверено на этих же полях. Межфазный период у них укорочен, то есть они очень быстро могут формировать колос и могут уйти вот от этой засухи. Они используют очень хорошо и зимние, и весенние осадки. Кто-то скажет, это не показатель. Опытные поля всегда под пристальным вниманием ученых. В реальном сельхозпроизводстве такой воловки не добиться. С этим готовы спорить в колхозе имени Калинина, Новосергиевского района. Здесь хлеб, точнее азимый хлеб, основной источник благосостояния. Прошлой зимой снегопадами поля колхоза избалованы не были. Однако азимая пшеница демонстрирует урожайность до 30 центнеров с гектара и качество зерна на высоком уровне. Анализ мы сделали. Натура 780, клейковина 28. Показатели прекрасные. Это по какому классу? Это на третий класс она слегка идет. Соблюдение агротехнологий плюс собственный опыт, слагаемый ежегодных успехов хозяйства. Секретов нет. Приоритет отдается именно азимым культурам, как априори более урожайным. Сев проводится только по чистым парам, на глубину больше стандартной. Там, как правило, всегда есть влага. Главная задача пары – это сохранить влагу, которую он накопил еще с весны. Поэтому мы практикуем 2-3 культивации первых. А дальше переходим уже на химическую обработку паров. 635 тысяч гектаров, четверть от общих пассивных площадей области, принесли в этом году чуть ли не половину валового сбора зерна, который немного превысил 2 миллиона тонн. Если бы азимых было больше, то итоговая цифра существенно изменилась бы в сторону увеличения. По азимым культурам посеяли чуть более 700 тысяч гектаров. Это больше в уровне прошлого года, почти на 70 тысяч гектаров. Но, тем не менее, задача, которую нам ставит губернатор области, стремится к 1 миллиону гектаров. Есть одно «но». Возделывание азимых – дело куда более хлопотное, чем привычный яровой сев. Посеял – и 3 месяца ждешь у поля погоды. Подготовить пары, внести гербициды удобрения, по весне подкормить всходы еще раз. При нынешних ценах на солярку и химикаты нужно очень напрячься. Однако убирать в августе почти столько же, сколько в мае закопал семенами – это очевидный путь в никуда. Государство в один прекрасный момент может пересмотреть условия поддержки и вместо количества пашни взять за основу культуру обращения с ней. Впрочем, от солнца, которое в этом году опять выжгло десятки тысяч гектаров посевов, Оренбуржи получает не только неприятности, но и много пользы. И польза эта выражается уже в сотнях мегаватт электричества. Оно позволяет нашей области позиционировать себя в качестве лидера альтернативной, или, как ее еще называют, зеленой энергетики. Солнечные электростанции у нас уже давно не в диковинку, но теперь можно говорить с уверенностью – мы вышли на промышленные масштабы альтернативной генерации. Ведь мощность двух станций, запущенных в этом году, намного превышает суммарную мощность построенных ранее пяти. Типичный западноевропейский ландшафт – поля солнечных батарей. Он не являлся какой-то экзотикой для тамошних граждан уже лет 15-20 тому назад. Энергоносители в странах развитого капитализма всегда были недешевыми, а фотоэлектрические технологии там оказались в зоне массового финансового доступа намного раньше. Впрочем, пришли и наши дни. Благо, солнца над многими регионами страны предостаточно. Над Оренбургием особенно. Переволодская, Грачевская, Сулелецкая, Орская, Красногвардейская – в прежние три года, а в году уходящем – Новосергиевская и Сорочинская. Последняя из них – самая мощная в России. Строительство солнечных станций у нас фактически поставлено на поток, равно как и подготовка к нему. Муниципалитет определил землю малопродуктивную в аграрном плане, инвестор разработал и согласовал проект, выделил средства на оборудование и процесс пошел. В этом году под Сорочинском и Новосергиевкой первая работа начались в конце зимы, а в последние весенние дни станции были уже готовы почти на треть. Политика импортозамещения действует по полной программе. В итоге – снижение цены и повышение надежности. Везде присутствует местное управление и дистанционное. На Западе, насколько мне известно, пытаются отказываться от местного управления, но ситуации бывают разные. Основной элемент солнечной панели – по инженерному фотоэлектрические модули – родом из республики Чувашия. «Хэвел» в переводе с «Чувашского солнца» – одноименная компания заранее изготовила для станции весь необходимый запас. Установкой занимались рабочие из числа местных жителей. Один раз им на помощь приходили журналисты. «Сейчас приобщимся к общему строительству постройки солнечной электростанции. Для этого нужно сначала облачиться в спецодежду. Вот нам выдали сигнальный жилет, специальные перчатки, каска обязательно. Сейчас будем монтировать солнечную панель». «Три-четыре, понимаем». Деталь инновационная, но очень нелегкая. Масса модуля – 19 килограммов. Ориентирует его строго на юг, под углом 34 градуса. Для нашей широты он оптимален. Одна панель выдает 300 ватт мощности. Достаточно, чтобы запитать 3-4 лампочки. Общая мощность Новосергиевской станции – 45 мегаватт, Сорочинской – 60. Это очередной вклад Оренбургия в альтернативную генерацию. «Это шаг с заботой о будущем. Возобновляемые источники энергии не так много. Это вообще новое, что сегодня в мире, скажем, делается. Мы немножко отстали в этом вопросе. Сейчас, я думаю, что такими темпами мы подойдем к тому необходимому. Но самое главное, мы будем беречь те природные ресурсы, которые сегодня сжигаем, которые сегодня тратим, они не возобновляемы». 195 мегаватт с такой суммарной солнечной мощностью Оренбургия подошло к финалу года. Для справки, один только энергоблок нашей и реклинской ГРЭС выдает до 320, а их там 8 штук. Альтернативная энергетика – это пока что скорее экономическая политика, нежели экономика в чистом виде. Поставки зеленого электричества на оптовый рынок датируются государством, иначе инвесторов не привлечь. Но мы ведь все еще в начале этого пути. Альтернативная энергетика и экологически чистое производство были лейтмотивом прошлогоднего форума Оренбургия «Сердце Евразии», который заявляет о себе как об одной из ведущих региональных экономических площадок. В этом году организаторы пытались сделать акцент на роботизации информационных технологий. Но это, если честно, получилось не слишком выразительно. А вот евразийская интеграционная составляющая вновь была представлена в полной мере. Это прослеживалось прежде всего в интернациональном составе участников форума. Было 500, стало 3,5 тысячи. За 8 лет экономический форум Оренбургия «Сердце Евразии» многократно прирос количеством участников и обрел совершенно другой статус. В 2011 году это мероприятие регионального масштаба, а уже через 4 года – международного. На стыке двух континентов Оренбургия претендует на роль звена их связующего. Самая главная мысль и идея была, чтобы Оренбургия стала таким центром, центром Евразии, сердцем Евразии. Думаю, что мы вначале, вначале, подчеркиваю, хорошего, доброго пути в части развития как нашей области, так и наших сопротивленных стран. В этом году участников иностранцев уже около 200. Среди самых представительных делегаций – казахстанская. Соседи из Актюбинской области совершают очередной визит в Оренбурге. На совместной рабочей группе по сотрудничеству отмечается прирост взаимной торговли, который стимулирует интеграционные процессы. Мы сейчас в ЕС. У нас сегодня нет таможенных границ. Идет свободный рынок товаров, труда и так далее. И сегодня мы в рамках вот этой уже работы, кооперации, смотрим, какие сегодня ниши. Это развитие внутреннего туризма, это есть темные резервы и, конечно, акцент на малый и средний бизнес. Вот в этой части нам есть вместе где поработать. Одно из главных направлений – это направление все-таки развития производства, развития торговли, развития туризма. Потому что мы соседи, нам сам Господь Бог велит, чтобы мы общались, дружили, торговали и были партнерами. С Белоруссией у Оренбуржья общей границы нет, но есть давние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. И здесь значительный рост товарооборота. Сотни миллионов долларов, которыми он исчисляется – это с белорусской стороны сельхозтехника, косметика, парфюмерия и прочие потребительские товары. С нашей – сырье, металлопрокат, автомобильные радиаторы. Список постоянно расширяется. Наше сотрудничество уходит уже на формат регион с регионом. Уже в нашей делегации в Республике Беларусь присутствуют представители Гомельской области, Минской области. И уже начинается взаимодействие B2B – регион с регионом. С Узбекистаном мы тоже не граничим, но в последнее время это среднеазиатское государство приблизилось к Оренбуржью многократно. Во многом благодаря позиции президентов двух стран, которые провозгласили курс на развитие межрегионального сотрудничества. Хакимы – глава администрации Ташкентской и Ферганской областей – участвовали в нашем форуме по личному приглашению губернатора. Юрий Берг отмечает историческую связь между двумя странами и народами и выражает уверенность в ее дальнейшем укреплении. Мы заинтересованы в товарах, особенно в сельхозпродукции узбекской. Это плодовощная продукция, фрукты, ягоды. И мы решили, будем строить логистический центр. Очередной форум Оренбуржьей сердца Евразии стал историей. Историей новейшей, в которой наша область продолжает позиционировать себя в качестве центра евразийских интеграционных процессов. Эти процессы определяют экономическую политику многих государств, которые тяготеют к России и исторически, и географически. В финале года уходящего, как обычно, был принят бюджет года будущего. Акценты освещали бюджетный процесс довольно подробно, особо отмечая социальную направленность главного финансового закона области. Которая включает в себя в том числе ремонт и строительство различных объектов социальной сферы, в том числе трех новых школ. Такое же количество школьных новостроек появилось и в этом году. О них напомнит Ольга Энгельс. Первыми новоселья в этом году справили ученики 87-й школы. Учебное заведение рассчитано более чем на тысячи человек и находится в одном из самых густонаселенных районов области. Десятки кабинетов оснащены самым современным оборудованием, а просторные холлы и игровые помогут школьникам совмещать учебу и отдых. Это уже третья школа подобного типа. Рассчитана она на современного ученика. Здесь даже специальный блок для того, чтобы дети могли заряжать свои телефоны. Особое внимание к детям с ограниченными возможностями. Есть пандусы, лифты и даже отдельная туалетная комната. Это у нас санузел для детей с ограниченными возможностями. Тут все оборудовано так, чтобы детям было удобно. В Паритарийской школе Переволодского района в январе зазвенел необычный звонок. Он возвещал не только о начале третьей учебной четверти, а собрал и учеников на новоселье. Местная школа переехала в новое современное здание. Этого события здесь ждали давно. В школе будут учиться дети из семи ближайших населенных пунктов. Интерактивные доски, новое спортивное оборудование, два актовых и читальных зала. Все по современным стандартам. Не должно быть границы между сельской школой и городской. В глубинке могут быть и есть у нас, и отличники, и ребята, которые достигли наивысших результатов. Бывшие выпускники у нас, и генеральные директора, и хирурги, и заслуженные учителя. То есть, ну, гордость переполняет. 1 сентября распахнула свои двери 88-я школа. А, Б, В и даже З. Сразу 8 первых классов. Новая школа в растущем микрорайоне – необходимость. Здесь все по последнему слову техники. Все для того, чтобы учиться было легче. Для них это новые знакомства, новые друзья. И они как бы с радостью и сами ждали новую школу. Мы отложили даже на год наше вступление в первый класс. Специально, чтобы пойти в эту школу. Все учебные заведения построены по федеральной программе 2025. В Оренбургской области задача, поставленная президентом, выполняется с опережением. Вместо одной новой школы в год целых три. И останавливаться в решении детского вопроса в регионе не собираются. Новые школы будут. Одна уже точно известна, где будет. Это в Домбаровке. Вместо той школы, которая сегодня располагается в бараках. И там учится 150 детей. Ну а дальше мы сколько отработаем с Министерством образования, с правительством Российской Федерации, эта работа ведется. Сейчас в области возводятся еще три школы. В Тоцком, Домбаровке, в поселке Козовиков. Открыты они будут чуть позже. В планах посадить детей за парты в следующем учебном году. Это делается для ликвидации второй смены. До 2025 года в регионе должны создать около 40 тысяч ученических мест. Дорожное строительство в уходящем году стимулировалось рекордными суммами, которые выделил бюджет и Дорожный фонд на эти цели. Благодаря чему в Оренбурге и на целом ряде загородных автотрасс появился новый асфальт и соответствующая инфраструктура. Водители, которые часто за рулем, подтвердят. В течение минимум пяти лет подряд качество дорог региона постоянно прогрессирует. Среди дорожных новостроек номером один, безусловно, является первый участок Южного объезда областного центра. Построенный на целевые федеральные средства он существенно упрощает проезд мимо города транзитного транспорта. Кроме того, это самая современная из всех дорог, которые когда бы то ни было строились в Оренбурге. Три года и четыре миллиарда рублей. Южный объезд Оренбурга стал самым капиталоемким объектом последних лет. Предыдущая аналогичная новостройка, объезд Орска, обошлась вдвое дешевле. Но то было 10 лет назад. С тех пор в калькуляции дорожных смет произошли большие перемены. В итоге 330 миллионов на каждую версту и 12-километровый участок двухрядной магистрали категории А, освещение, ограждение, две дорожные развязки и четыре моста, к концу лета полностью готов. Готов выдерживать напор колес тысяч автомобилей, в том числе и самых тяжелых. В основном, это будем говорить, это тяжелый транспорт. Теперь он не будет заходить в город Оренбург, а будет уходить отсюда на загородное шоссе. И затем разъезжаться транзитный транспорт в Уфу, в Казань, в Самару. Новую дорогу часто называют отрезком шелкового пути. Это не совсем так. Шелковый путь, скоростная магистраль из Китая в Западную Европу, существует пока лишь в виде проекта. Он напрямую пройдет через Оренбуржье с юга от пограничного пункта пропуска Сагарчин на север до административной границы с Башкирией. Проезд по этой дороге будет платным. А бесплатная альтернатива – существующий путь через Акбулак, участок которого от казахстанской границы до райцентра отремонтирован в прошлом году, далее мимо Сулелеска на Оренбург с выходом на Казанскую трассу. Раньше для этого необходимо было в любом случае проезжать зауральную часть города, что не соответствовало современной транспортной логистике. О значимости дороги говорит и тот факт, что в ее открытии участвовал Игорь Комаров. Незадолго до этого он был назначен новым полпредом президента в ПФО. Оренбуржье стало первым регионом, который Комаров посетил после вступления в должность. Новую дорогу он рассматривает в качестве объекта инфраструктурного и геополитического. Транспортный коридор, соединяющий Европейский Союз, Россию, Казахстан, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, имеет стратегическое значение для интеграции национальных транспортных сетей, развития международного обмена и регионального сотрудничества. Вот этот участок суммарно в 20 километров, сегодня ввели 12, осталось 8 километров 800 метров, конечно, его надо построить. Второй участок объезда, который свяжет Сулелецкую трассу с Илекской и полностью замкнет кольцо вокруг Оренбурга, будет еще более дорогой дорогой. 8 ее километров оценивается уже почти в 6 миллиардов рублей. На пути железнодорожное полотно и сложная инфраструктура газодобытчиков. Это строительство рассматривается в качестве перспективной задачи. Эта новостройка не такая масштабная, но тоже важная. Дорога четвертой техкатегории, всего 10 метров ширины, из которых 3 приходятся на обочины. Связывает два населенных пункта Тюльганского района, село Тошла и поселок Городки. До поселка Городки примерно 3 километра. Два с половиной года тому назад название этого населенного пункта Тюльганского района Оренбургской области узнала вся страна. Узнала благодаря подвигу Героя России Александра Прохоренко. Раньше здесь была гравийная дорога, грейзер в просторечии. Асфальту в самом поселке более 30 лет. Муниципального бюджета хватало только на засыпку ям. О новом твердом покрытии местным оставалось только мечтать. А еще гадать при поездке в Дождь, не завершится ли она на полпути. Форсирование раскисшего грейзера – целое испытание. Машину, во-первых, не вылезти, доедешь до Тюльгана, там уже нельзя, выйдешь – грязь вообще невозможная. В общем, старая дорога не отвечала статусу «малой Родины Героя». Жизнь и геройскую смерть Прохоренко ставят в пример. На кладбище, где он похоронен, приезжают военные, в том числе иностранные. У входа в городецкую среднюю школу установлен его бюст. В школе организован музей среди экспонатов личной вещи Героя, фотографии и документы. В музее организованы регулярные экскурсии школьников со всей области. Теперь их путь ничего не затруднит. Губернатор обещает и впредь уделять городкам повышенное внимание. Самое главное, чтобы ваше село с каждым годом становилось все более красивым. Берегите все. А это уже окрестности другой Ташлы, той, что на юго-западе области. Гравийные дороги тоже привычны местным водителям, но на эту, которая от автотрассы «Лек Ташла», идет через село Луговое до Болдыревы, Далина Иртек, они в последнее время заезжали со вздохом. Знали, по пути обязательно встретятся нефтевозы и обдадут пылью. Тяжелые бойлеры, вывозящие сырье с промыслов, разбили покрытие в мелкую пылевую взвесь. При сильном восточном ветре она долетала до ближайших домов. Женщины не боялись белья, постель, стирки вывешивать. А сейчас им запретили по нашему грейдеру нефтевозы. Им сделали судак, умудряются, все равно они здесь. Вмешательство губернатора тут же принесло результат. Нефтяники выделили деньги. Дорожники менее чем за три месяца превратили 14 километров грейдера в асфальт. Новая дорога будет способствовать новому качеству жизни местных жителей. Частные автомобили, школьные автобусы и прочий транспорт будет перемещаться без пыли и традиционных сезонных проблем. Огромное спасибо дорожникам, спасибо администрации Ташлинского района. Всем, всем, всем с праздником. А еще 2018 год это десятки улиц Оренбурга, которые в рамках второго этапа проекта «Безопасные качественные дороги» обрели новое покрытие. В будущем году этот проект распространится на Орск, Новотроиск и Гай. Полмиллиарда рублей на их дороге. Таких сумм в здешних краях никогда не знали. Беспрецедентен и общий размер областного дорожного фонда. Он превысит 9,5 миллиардов рублей. Провожая уходящий год, вспомним и тех, кого мы проводили в последний путь. Елена Еремина о тех оренбургцах, которых знали все и которые навсегда останутся в нашей памяти. Одна из последних прижизненных съемок Сергея Гаврилина. Главный федеральный инспектор области провожает оренбургскую команду на соревнования по туризму. И мы очень надеемся, что вы вернетесь оттуда с победой. Сергея Гаврилина не стало 26 мая. Ему было 53 года. Более 20 лет он служил в уголовной исполнительной системе. Заместитель начальника УФСИН региона. Главный федеральный инспектор области. Сергея Гаврилина оценили как опытного управленца, который всегда имел свою точку зрения. Были моменты, когда мы, решая какие-то серьезные государственные вопросы, могли где-то и подспорить, и по какому-то вопросу. И у каждого было свое обсуждение. Но в этом плане его позиция была четкая, потому что он был государственник и человек команды. Честный и порядочный, всегда полный оптимизма. И вместе с этим принципиальный и решительный. Коллеги отмечают, Сергей Гаврилин был на своем месте и служил в стране без компромиссов. Это был человек, которого я знал четверть века. Последние шесть лет мы работали и встречались ежедневно. Вечная память Сергея, все, кто его знал, никогда его не забудет. Не носил я шейник, хоть и верно служил. И на согнутых лапах за куском не ходил. По помойкам не лазал, рук чужих не лизал. А для драки последней час еще не настал. Еще одна немыслимая горькая потеря для всего Оренбуржья – смерть Виктора Ренева. О ней узнали утром 26 ноября. Более сорока лет своей жизни он посвятил Оренбургской культуре. Балетмейстер Ворский – руководитель Дома культуры. Экс-министр, советник губернатора области по вопросам культуры и искусства региона. Он по-настоящему любил свое дело. Виктор Иринев – дважды лауреат премии Оренбургская лира. Заслуженный работник культуры России. Это потери не только для близких, не только для сферы культуры, но и для многих людей, которые с нашей благословенной отраслью никак не связаны, но считают его своим настоящим другом, соратником. Одно из главных достижений Виктора Ренева – открытие в регионе Института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповича. Он и сейчас славится своими талантами. Виктор Васильевич был не только настоящим профессионалом, но и человеком глубокого личного обаяния и высокой духовности. Строили в то время как раз кинотеатр «Союз» и вот наш замечательный дом культуры. Я увидел в этом человеке очень высокотворческого, интеллектуального человека, прекрасного организатора. Это человек, который ценил в первую очередь душу человека. В этом году Виктору Реневу исполнилось 70 лет. В последний путь его провожают в областном драматическом театре. В 2018-м оборвалась жизнь и Федора Михайловича Обленина, старейшего книжного дизайнера области. Скромность – именно это его качество отмечают в первую очередь. Не любитель фотографироваться, выступать на публике. Но это не мешало ему творить. Сотни книг, десятки мемориальных досок, созданные руками Обленина. Когда работаешь над проектом, погружаешься, это хорошо, интересно, прекрасно. А вот когда это все сделано, вышло из печати, это уже не то, что чужое, это самостоятельное произведение. Художник и иллюстратор, каллиграф и преподаватель. Федор Михайлович всегда был в постоянном творческом поиске, отмечают коллеги и друзья. Это последний каллиграф, это человек, которого знали все, кто так или иначе причастен к выпуску книг в Оренбурге. Это настоящий художник, человек высочайшей внутренней культуры, очень деликатный, это невосполнимая потеря. В каждый проект он вкладывал душу, что-то от себя, поэтому все его работы уникальны. Уход из жизни этих людей стал большой утратой для области. Каждый из них нес неоценимый вклад в ее развитие. И плоды их труда еще долго будут служить на благо оренбуржцев. А светлая память о них навечно останется в наших сердцах. Новогодняя елка и не простая, а губернаторская. Их в эти предпраздничные дни прошло уже несколько. Отметим тот утренник, гостями которого стали дети, их называют одаренными. Праздник собрал более 600 талантливых школьников со всей области. Наталья Мороз встретилась с теми, кем гордится Оренбурге. На сцене талантливые дети дают концерт для тех, кто отлично себя проявил во время учебы, творческих фестивалях и конкурсах, а также в спортивных соревнованиях. Динара Сапарова – выпускница. Для нее участие в мероприятии такого масштаба – целое событие, признается девушка. Уверена, что современная активная молодежь – будущее всей страны. Я считаю, что молодежь должна быть с активной гражданской позицией. Она должна понимать, где значимость нашей великой страны. На сцену один за другим поднимаются одаренные ребята. О них благодаря таланту знает не только вся область, но и страна. Анна Шухман – девочка в свои 9 лет уже имеет титул чемпионки мира по блицу и является серебряным призером по быстрым шахматам. Миша Мяло – участник детского телепроекта нашего канала «Микрофон детям». В этом году своим артистизмом покорил и московское жюри. Он стал участником федерального шоу. Ксения – участница шоу «Голос дети». Теперь дарит свое творчество и юным оренбургцам. Ох, белый-белый-белый снег, ветер за плечами. Белый-белый-белый снег, с лицом не начали. Подарком для ребят стало новогоднее представление «Алые паруса». Его подготовили воспитанники театра музыки и танца «Щелкунчик». Областная губернаторская елка – традиционное мероприятие. Самое ожидаемое среди юных оренбургцев. В зале 600 человек со всего региона. Это говорит о том, что наша система не только сохранена и образовательная, и дополнительного образования, но она нацелена на результат благодаря тем людям, педагогам, которые работают там, создают такие условия и профессионально готовят наших детей. Естественно, дети эти видят и выявляются таланты, которые буквально являются открытием прошедшего сегодняшнего года. До Нового года остается несколько дней. Школьники признаются, праздничное настроение в эти дни все-таки заставляет верить в волшебство. Такие акценты уходящего года мы расставили для вас. В году наступающем хотелось бы пожелать вам прежде всего оптимизма. Оптимизма, удачи и хорошего настроения. И чтобы все невзгоды обходили вас стороной. До встречи уже после новогодних каникул. И всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин